В базе Росстандарта появились сертификационные документы на большой кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения. Сама машина справила премьеру за океаном еще год назад, но живые машины американским дилерам начали отгружать совсем недавно, а теперь не за горами российская премьера. Судя по одобрению типа транспортного средства, в нашу страну автомобили будут возить из США, при том наш Highlander будет немного длиннее штатовского. Куда более важное отличие – заниженная мощность V-образной бензиновой шестерки ради меньшей ставки транспортного налога. При этом крутящий момент остался неизменным. Привод будет только полным, а единственная коробка передач – восьми диапазонный автомат. Хотя за океаном существуют моноприводные варианты, а также гибридные версии. Кроме того, в США число посадочных мест равняется восьми, так как на третьем ряду могут разместиться трое пассажиров. У нас же сертифицирован семиместный салон. Российский офис Toyota пока никак прокомментировал факт получения сертификата, так что дата премьеры нового Highlander остается секретом. Представительство марки Cherry закончило сертификацию кроссовера XEET TXL, который представляет собой длиннобазовую версию модели TX. Напомним, что бренд XEET был создан как премиум подразделение. По размерам новичок похож на Kia Sorento Prime, однако китаец лишен третьего ряда сидений, а выбор версий ограничен единственным турбомотором 1.6, что вряд ли пойдет на пользу продажам. Вдобавок, наша публика не очень любит преселективы, а здесь стоит именно он. Хорошо, хоть кроме переднего привода заявлены полный. Оценить первые успехи XEET мы сможем примерно через полгода, когда начнутся продажи. Продолжение следует...